Моя фамилия Вальков, Михаил Юрьевич, я представляю город Архангельск. Я руковожу кафедрой в том числе онкологии в местном университете. Я хотел бы результаты очень небольшого эпидемиолога, экономического исследования вам показать. У нас в течение 23 лет уже в Архангельской области существует раковый регистр. С помощью которого мы можем проводить популяционные анализы. Предметом этого маленького анализа было изучение эффектов глобальных медицинских проектов, их влияние на ситуацию с меланомой. Напомню о том, что национальный проект уже 10 лет как введен. Он был направлен на общее улучшение ситуации с медициной в стране. Но и главным образом на укрепление первичного звена он был направлен. Было 550 миллиардов рублей затрачено и из федерального бюджета, и из местных на него. С бенефициарами от этого проекта были в первую очередь представители первичного звена. Ожидалось, что это найдет отклик на общем состоянии здравоохранения. В течение уже последних четырех лет у нас реализуется программа диспансеризации. Это еще один глобальный проект. Я, к сожалению, не нашел цифр в интернете, в доступных источниках, сколько на него затрачено. Видимо, уже стесняются говорить, какие деньги выделяются на это. Потому что я предполагаю, что из этих 550 миллиардов рублей, которые были затрачены на национальный проект, далеко не все ушли на улучшение состояния здравоохранения. Принципиальные вещи в диспансеризации в том состоят, что целью их является раннее выявление патологии, в том числе и онкологической. Ну и включает эта диспансеризация в себя опрос представителям первичного звена и осмотр. Мы выдвинули гипотезу, которая состоит в том, что введение национальных проектов может привести к более частному и раннему выявлению меланомокожи и улучшению выживаемости при этой злокачественной опухоли. Ну не может быть, что мы на других моделях это увидели. В принципе, при раке молочной железы, при раке прямой кишки эффект был достаточно неплохой. Что получилось с меланомой? Вот на этом снимке, на этом слайде представлена заболеваемость. Она синенькая, волнистая кривая. Это из-за нестабильности данных, конечно, показывает заболеваемость в Архангельской области, которая существенно выше, чем в среднем по Российской Федерации, несмотря на то, что наш регион один из самых северных. И линейный тренд явно показывает, что она растет. Это действительно самая часто, самая бурно, пожалуй, растущая по заболеваемости локализация. Ну вот что получилось. Сколько там цифр? Это нет, непонятно. О, виноват. Значит, сейчас, в 2014 год, стандартизованная по возрасту заболеваемость меланомы у нас... Да, меланома кожи 14 на 100 тысяч населения. Ну вот, мы уже в течение последнего года балуемся вот такой программой, Сиеровской, американская ассоциация, которая занимается как раз популяционными исследованиями, она позволяет анализировать линейные тренды. И вот что выясняется, что вообще вначале она дала непрерывный линейный тренд, это программа, которая говорит о том, что вот эти интервенции 2006 года и 2012 года никак существенно не повлияли на частоту выявления меланомы. Вот здесь вот как раз показывает, показана, значит, частота, прирост случаев злокачественной меланомы. Вот видите, вот этот синий линейный тренд показывает, что на 6% ежегодно прирастала заболеваемость. Вот последние 3 года, когда всеобщая диспенсеризация была введена, она наоборот даже снижалась заболеваемость с меланомой. И вот что с выживаемостью у нас получилось. Когда мы сравнили два периода до 2006 года, когда еще не был введен национальный проект и после, то получилась очень существенная разница. Получилось в риске смерти на 21% ниже риск смерти у больных меланомой, которые во второй период были выявлены. Дальше провели регрессию кокса и что получилось. Когда коррекцию у нас провели на стадию, то регрессионный коэффициент практически не изменился. Был 0,79, стал 0,83. То есть эффект ранних, более частого выявления ранней стадии практически здесь нулевой. Ну и на все другие учтенные факторы, когда коррекция была проведена, это тоже не сильно увеличило коэффициент, при этом сделав недостоверными различия в выживаемости у больных первого и второго временного периода. И заключение. Значит, вот эти глобальные национальные проекты, к сожалению, не оказывают существенного влияния на частоту выявления меланомы и не приводят к выявлению большого количества ранних стадий. Ну а более высокая выживаемость связана с внедрением скорее новых технологий лечения, чем, собственно, с какими-то изменениями в выявлении. Вот в этой связи мне хотелось бы сказать мое личное мнение, что скринингом меланомы должны заниматься специалисты. И это должны быть люди, которые и инструментально в том числе должны быть оснащены. Потому что если, вот только что мы разговаривали с Дмитрием Владимировичем, есть дерматологи, у которых дерматоскопы есть, да, но они такие заключения иногда дают, что вообще можно закачаться. Поэтому, если говорить об скрининге меланомы, то, на мой взгляд, обязательно нужно создавать во всех регионах центры по скринингу, куда бы эти больные направлялись. Помимо того, что первичная профилактика должна быть налажена. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.